Итак, дорогие друзья, я вам хочу напомнить, что меня зовут Константин Иванов, и мы сегодня ведем прямой эфир с Ассамблеей Здоровья, которая расположена в стенах экспоцентра на Красной Пресне. И сейчас у нас в гостях Сударев Павел Алексеевич, старший сотрудник, председатель Молодежьего Совета Института Свержевского, и Воинов Алексей Юрьевич, главный лор-врач. Это же детский, детский, что очень важно. Алексей Юрьевич, позвольте, я с вас начну, поскольку действительно мы не так часто, к сожалению, говорим именно про детишек. И многие считают, что вот всё, что касается лор-болезней, всё, что касается хирургии, у нас обстоит не так хорошо. Хотя мы прекрасно знаем, что, например, мы чудесно делаем даже кохлеарную имплантацию. Вот расскажите, пожалуйста, насколько в действительности обстоят дела с лор-болезнями, и насколько сложно или просто пациенту попасть, ну скажем, к вам на приём? Ну, детская утренингология у нас занимает ведущее место в детской вообще патологии. Потому что, так сказать, в первую очередь, куда попадают вся инфекция, все вирусы, это верхние дыхательные пути. И верхние дыхательные пути отвечают в первую очередь у нас за защитные свойства, так сказать, нашего организма. Поэтому патология в детском возрасте встречается у нас очень часто. На первом месте среди лор-патологии, как стационарной, так и поликлинической, у нас, конечно, стоит патология глотки. Это носа, рота и гортана глотки. Но нос и глотка – это, конечно же, аденоидные вегетации, которые, так сказать, испокон века являются камнем преткновения для всех мамочек, папочек и для всех детей. В последнее время увеличилось количество детей с оксудативным средним отитом. Это, так сказать, невоспалительная патология, обусловленная наличием отека и обтурации слуховой трубы. Когда слуховая труба перестает работать, и в барабанной полости скапливается отделяемая, секрет, эксудат, который, опять же, повторяю, невоспалительного процесса и протекает в яло текущую. И на первый план у нас выходит только снижение слуха и тугоухость. Родители принимают это снижение слуха и тугоухость как невнимательность ребенка, как какой-то индивидуальной, так сказать, особенности развития ребенка. И это все ведет, так сказать, к плачевному состоянию дальше для самого, так сказать, маленького пациента. Развиваются там и рубцы, и хронические отиты, ну и нейросенсорная, там, кондуктивная тугоухость. Ну, на сегодняшний момент, так сказать, попасть к нам очень просто. Можно просто позвонить в институт рентгологии Минисвежевского, записаться на прием к нам. Мы, база наша находится в 9-й детской больнице, на базе лороотделения 9-й детской больницы. Там же опять есть консультативный диагностический центр, где принимают все сотрудники нашего отдела. Ну, так сказать, в ближайшем будущем, да, в течение двух, может быть, трех лет, у нас сейчас будет ремонт корпуса очередного в 9-й, в институте рентгологии Минисвежевского. И там будет развернуто мощное детское рентгологическое отделение. Ну, а пока в 9-й детской. Понятно. Алексей Юрьевич, Вы затронули очень холиварную тему, аденоиды. Это интересует, Вы действительно правильно сказали, практически каждого родителя. Ну, конечно. Так как же быть-то на самом деле? Ну, когда есть показания, надо их удалять. Когда нет показаний, их не удаляют. Какие у нас показания для удаления аденоидов? Ну, в первую очередь, это, опять же, как я говорил, оксидативный средний отец, снижение слуха, который не поддается лечению в течение месяца, полутора месяцев. И важно отметить, что при этом мы удаляем не только аденоиды третьей степени, но и аденоиды даже первой степени удаляем. Вот что важно. И не зависит это от возраста ребенка. Потому что эти аденоидные вегетации, они могут распространяться на слуховые трубы, могут врастать сзади в хааны. Вот если, так сказать, в хааны они врастают, ну, ребенок, так сказать, маленький, он подхрапливает, ну, ничего страшного. А здесь уже слух. А слух – это дальше адаптация к жизни. Поэтому мы рекомендуем удалять аденоиды и первой степени при наличии показаний. Не просто их удалять, если ребенок болеет частыми респираторно-вирусными инфекциями. Если он болеет частыми респираторно-вирусными инфекциями, то это не панацея от того, что ребенок перестанет болеть. Потому что если бы, так сказать, это все случилось, то мы бы тогда в год, в 8 месяцев, в полтора года санировали бы всех, и все бы не болели. Теперь дальше следующее показание – это апноя, синдром обструктивного апноя сна. Это когда ребенок ночью храпит, но помимо того, что он храпит, идет задержка десхония. Это кислородная недостаточность, это кислородная недостаточность, нарушение питания мозга. И там уже выходят на один из планов синдромы неврологические, в том числе и ОНРС, ночное мучеиспускание. И нарушение прикуса, нарушение лицевого скелета. Опять же хочу повторить, оголдело их удалять не нужно. Но если есть показания, и если мы лечим ребенка, и если там на протяжении, грубо говоря, месяца-трех месяцев, несмотря на наше продуктивное лечение, синдромы и симптомы остаются, конечно, это аденотомия. Но они могут вырасти повторно. Да, это мы знаем. Алексей Юрьевич, большое спасибо. Мы сейчас действительно увидели то, что врачи работают постоянно. Это мы сейчас только говорим в целом про телемедицину. А мы сейчас увидели, что пациенты звонят всегда. И надо всегда быть начеку. Но знаете, самое важное, что действительно, слава богу, сейчас есть уже полноценные квалифицированные специалисты, что мы сейчас начали работать с позиции доказательной медицины, что очень важно. Потому что нередко я слышу от родителей вот такое заблуждение, что мы содой полечим. Еще хуже, когда это, ну, простите, бобра или струя бобра, когда начинают лечить. И в этом ключе, Павел Алексеевич, вот как быть? Потому что в лор-заболеваниях и, в принципе, лор-органах, они требуют... В аптеку заходишь, 80% на прилавке, это по вашу душу. Вот. Причем 60% из этого, если позволите, это называется фуфлумицинами. Потому что не имеет никакой подкрепленной международной доказательной базы. Как донести до наших пациентов, что это все не работает, что это выброшенные деньги? Спасибо за ваш вопрос, потому что, действительно, это очень и очень важная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся. Огромное количество лекарственных средств, которые рекламируются по телевидению, во всех средствах массовой информации, действительно не имеют не то, что доказательной базы, но и, в принципе, неэффективны, а иногда и вредны для здоровья наших пациентов. Для того, чтобы доносить эту информацию, прежде всего, нужно ее доносить до сознания специалистов, врачей. Потому что, если мы сами будем рекомендовать эти препараты, безусловно, если удается ввести в заблуждение врача, естественно, пациентам ввести в заблуждение еще проще. Очень хорошо, что сейчас, действительно, очень много молодежи идет, в том числе, в врачебную специальность. И среди этих ребят, которые еще вчера были студенты, очень много людей, думающих, и которые действительно хотят заниматься медициной на современном уровне. Которые хорошо читают литературу, прежде всего, иностранную. Которые владеют такими источниками данными, как UpToDate, которые знают, что такое Cochrane Collaboration. И, соответственно, если мы берем данные оттуда, то есть, если мы ими свободно оперируем, то, конечно же, качество лечения, оно повышается. От этого выигрывают все. От этого выигрывают пациенты, которые не тратят безумное количество денег, потому что все эти фуфламицины, они чаще всего дорогие. Которые не тратят свое здоровье, которые не ставят на себе эксперименты. И, конечно же, выигрывают врачи. Потому что лечение становится более систематизированным, более стандартизованным. И, соответственно, критерии его эффективности, они тоже во всех стандартах прописаны. И добиваться каких-то целевых показателей становится значительно проще. Павел Алексеевич, как Вы считаете, как нам подстегивать наших молодых коллег? Потому что Вы сейчас озвучили кохреновские обзоры. Но Вы знаете, даже среди наших коллег, которые читают ПАПМЕД, которые постоянно студируют МИДСКИП и так далее, ну вот кохреновские обзоры знают крайне плохо, надо сказать. Как подстегивать молодых, чтобы они больше читали, больше писали? Как Вы считаете? Ну, на самом деле, для этого сделано уже немало. Поскольку вот та система непрерывного медицинского образования, которая уже внедрена, это, в общем, очень хороший способ подстегнуть для образования не только молодых, но, в общем-то, и всех специалистов. Вот эти баллы, которые человек должен набирать в течение года, это действительно получение актуальной информации, получение информации адекватного качества и действительно современной. Это, наверное, первое. Второе, когда мы говорим про какой-то, ну, какой первичный источник информации, наверное, самый простой и самый хороший – это будет up-to-date. Да, потому что кратко, выжимка, емко, все это собрано, и это действительно удобно для использования. Опять-таки, наверное, каким-то образом загнать в эту, так сказать, колею сложно, но это, как бы, я не хочу говорить об этом плохо, но сейчас это становится модным, и это хорошо. То есть, когда ты видишь, что вокруг тебя люди, которые, в общем-то, занимаются исключительно доказательной медициной, которые берут на вооружение эти критерии, ты волей-неволей сам начинаешь, как бы, стремиться стать занятницей их уровнями. Павел Алексеевич, большое спасибо. Можно меня добавить? Да, да, я как раз хотел сейчас задать вас слово. Алексей Юрьевич, знаете, в каком ключе? Поскольку вы это наблюдаете много лет, в этом действительно разбираетесь, буквально на этой неделе вышло интервью, в котором один американский ученый сказал, что процентов 90 статей – это все неправда, это все вымысел, и, значит, те адепты недоказательной медицины быстро за это зацепились. Дескать, самое главное, что надо это разбираться в биохимии, это разбираться в физиологии, пропедевтике и так далее. Действительно, в этом необходимо разбираться, но если, вот, по сути, копнуть, то глубоко разбирается в фармакологии, биохимии, пропедевтике, физиологии единица. Единица, которая действительно занимается наукой. И проблема, как мне представляется, вот хочу вам адресовать вопрос, не в том, что неправильно пристанируется понятие пока у нас доказательной медицины. Это не только читать статьи, это в том числе их анализировать, это знать дизайн этой статьи, и, самое главное, это сравнивать и прикладывать на свой опыт и знание. Вот, что, наверное, самое главное. Потому что многие говорят, вот, дескать, эта статья, при том, что я уверен, что 90% адептов, которые это противоречит, они не читают, поскольку, кстати, все на английском языке, в большинстве. И большие обзоры, они еще и большие, ко всему прочему. Вот, как вы думаете, как, вот, мне это очень важно, действительно, вот, подготовить нашу молодежь, чтобы они действительно правильно подходили к этому понятию? Ну, вот, я хотел бы добавить к Павлу Лисеевичу, что у нас очень замечательная молодежь, очень продвинутая. И на сегодняшний момент мы это видим, принимая экзамены на звание московского врача, потому что 90% людей, которые приходят в отурингологию сдавать эти экзамены, люди молодого возраста, проработавшие 5 лет после окончания, там, ординатуры или аспирантуры, проработавшие в течение 5 лет в практическом здравоохранении, они сдают экзамены гораздо лучше, чем люди, так сказать, более взрослого возраста. Серьезно? Совершенно однозначно. Потому что это люди молодые, они читающие, они знающие, они грамотные, они разбираются, может быть, они не так разбираются в практическом, так сказать, здравоохранении, да, то есть в прикладном, скажем так, варианте. Но вот теоретически полностью владеют всей информацией, которая необходима для сдачи экзаменов, они полностью владеют всеми методами, ну, по крайней мере, может быть, в теоретическом плане, да, методами обследования и лечения всех специалистов, а вот уже дальше наша задача, чтобы они свою теорию... Как метры. ...вложили в практику, да, научить их работать руками. То есть мозг у них работает хорошо, но вот еще, так сказать, адаптивная чувствительность не очень развита. Скажите, скажите, пожалуйста, это вопрос вам обоим. Многие говорят о том, что тесты составлены не очень грамотно. Ну, я знаю, так многие говорят, кардиологи, многие говорят, неврологи про это. Вот если говорить про лорзоболевания, кто составляет эти тесты, насколько они применимы к современному времени? Так, нет, ну, тесты у нас составляют, значит, Тесты составлялись на экзамен московского врача в нашем институте, не имени Свержевского, под руководством Андрея Ивановича Крюкова. Значит, в зависимости от, так сказать, патологии, будь то уха, нос, уколоносовые пазухи, там, детство, сурдология, фониатрия, заболевания гортани. Каждый отдел в нашем институте принимал участие в разработке этих вопросов. Помимо этого, все вопросы проходили, как бы сказать, проверку, экзамен, да, у наших ведущих профессоров, ведущих научных организациях в институтах федерального подчинения. И потом все это выкладывалось уже, так сказать, абитуриентам, людям, которые, так сказать, хотят сдать экзамен на московского врача. Ну, чтобы это все, так сказать, прочитать, это нужно, помимо этого, владеть в обязательном, в обязательном, обязательно, так сказать, перелопатить, там, не одни томы и какой-то литературы специфической, и журналы, которые, так сказать, наша периодическая печать, вот, тренингологическая выпускает. Да, и надо сказать, что при подготовке данных тестовых заданий, мы можем, конечно, говорить, прежде всего, про лолитингологию, поскольку именно мы этим занимались, за основу были взяты тестовые вопросы, которые используются и в Соединенных Штатах Америки, и в европейских странах, прежде всего, Великобритания, Америка. То есть вы смогли их адаптировать? Конечно. Ну, мы, по крайней мере, дизайн самих вопросов брали в том числе оттуда, по крайней мере, на половину. И вопрос составлен таким образом, что если вы не читаете актуальную зарубежную литературу, вы не ответите на эти вопросы. Прекрасно. Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Спасибо большое, Павел Алексеевич. Спасибо вам. Я желаю вам удачи. И самое главное, и самое важное, то, что я услышал, то, что к вам очень легко попасть. И я думаю, что многие родители теперь поняли, что самое главное, это обращаться к грамотным специалистам, которые пропагандируют, прежде всего, доказательную медицину. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.